Здравствуйте! Вы смотрите новости Набережные Челны в студии Елена Камалова. Я расскажу о главных событиях этой среды. Расширят проезжую часть, обновят ливневки, установят новые опоры освещения. В Набережных Челнах на проспекте Яшлек продолжается капитальный ремонт. Подробнее об этом в материале Лилии Гатиной. Будет чище. В Челнах проводятся работы по очистке дна озера. Подробности в материале Эльмира Гайниудиновой. Поют, рисуют и танцуют. В молодежном центре Шатлык прошел фестиваль творческих инициатив «Я могу» для людей с ограниченными возможностями здоровья. На мероприятии побывала и Яна Вальдю. Костюмы, пышные платья, красивые прически в детских садах города проходят выпускные. На одном из них побывала наша съемочная группа. Подробнее в сюжете Елена Камаловой. Спонсор нашего выпуска – салон «Миас Мебель». Гостиные, обеденные группы, спальни, прихожие, рабочие кабинеты. Все это можно приобрести в салоне «Миас Мебель» по адресу Московский проспект, 161, дом мебели. Интерьер классической мебели располагает к отдыху, как никто другой. Сделайте себе подарок в салоне «Миас Мебель», дом мебели, Московский, 161. Уложат новое покрытие, оборудуют ливневки, отремонтируют трамвайные пути. В набережных Челнах проводится капитальный ремонт проспекта Ешлег. Речь идет об участке от Мира до улицы Машиностроительная. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Какие изменения ожидают челнинцев в материале Лилии Гатиной. Работа в самом разгаре. Сейчас идет укладка выравнивающего и нижнего слоя асфальта. На проспекте Ешлег дорожники установили 15 километров монолитного бортового камня. Кроме того, в настоящее время демонтируют старые опоры освещения и прокладывают кабель для новых. Новое дорожное покрытие появится не только на самом проспекте, но и на улице Виктора Полякова. Кроме того, новый асфальт положат и в районе детсадов. Возле улицы 40 лет Победы и со стороны 65 микрорайона. Многим дорогам в этой части города требовалось обновление. Поэтому местные жители ремонтной работы ждали и временное неудобство, готовы потерпеть. Я очень рад, что в нашем городе начали ремонтировать дороги. Это было очень необходимо. И тем более для семейных, и для особенно матерей молодых, которые с колясками уходят, чтобы хорошо передвигаться. Это очень хорошо. Я очень рада, что дороги делают. Нам нужны были эти дороги. Нам нравится то, что они делают. Очень удобно. Считаем, как бы очень хорошо ремонт ведется. Молодцы. Улучшается. Все прекрасно. Конечно, нужно для удобства, когда грязная погода, чтобы, опять же, почистить тропинки пройтись. Конечно, это очень удобно. Спасибо городу, мэру. А вот водителям дорожной работы доставляют больше неудобств. В час пик собираются пробки, приходится искать пути объезда. Но это того стоит, говорят автолюбители. Конечно, рады. Хорошие дороги-то всегда хорошо. Потерпим, зато потом будем кайфовать. Если честно, то я шлях давно уже пора было починить. Очень много ям было. Ну, а так, конечно, рад, что давно пора уже сделать. Уже через несколько месяцев водители ожидают более широкая проезжая часть. Оборудуют остановочные карманы, установят и новые павильоны. Дорожное покрытие положат на участки площадью 90 тысяч квадратных метров. Также появятся новые тротуары. Сейчас идет заливка оснований. Они будут проложены по обе стороны проспекта. Их ширина 5 метров. 3 метра – это пешеходная зона и 2 метра – велосипедная дорожка. 70 фонарей будут установлены вдоль разделительной полосы. Вдоль пешеходных зон также установят новые опоры освещения. Кроме того, в рамках капремонта на проспекте оборудуют сеть ливневых канализаций. Планируют обновиться трамвайные пути. Работы завершат в ноябре этого года, сообщили в администрации города. Алилия Агатина, Сергей Вильданов, Новости, Набережная и Чулны. Если вы стали свидетелями какого-либо происшествия, или у вас есть проблемы, которые вы хотели бы поделиться, звоните нам по номеру 8-939-311-3131. Оставьте свое сообщение в любое время суток. Также вы можете присылать свои фотографии и видео на наш номер. Корреспонденты обязательно просмотрят и прослушают ваши сообщения. И, может быть, именно по вашей истории снимут следующий репортаж. Ваши сообщения мы принимаем круглосуточно. Водоем станет чище и красивее. В Набережных Чулнах специалисты приступили ко второму этапу очистки дна озера в парке Прибрежный. Напомню, в прошлом году работы выполняли сотрудники казанской компании. В этом – ижевской. О том, что будет сделано, расскажем в нашем материале. Специалисты выполняют работы по очистке озера. Иловые отложения, которые поднимутся от дна водоема, закачаются в специальные геотубы, в которых они будут находиться в течение целого года. Очистка дна озера лесной в самом разгаре. Стартовала она в начале мая. По словам специалистов, на данный момент выполнено уже более 50% объема работ. Оставшиеся донные отложения, торфяные отложения различного рода мусор перекачиваются мини-земснарядом через пульпопровод непосредственно в большие геотекстильные контейнеры, геотубы, в которых происходит его обезвоживание и консолидация. После чего высушенный ил будет вывезен либо на полигон, либо использован для нужд города, сообщил специалист. Например, в качестве удобрения. Чулненцы рады, что озеро приведут в порядок. Сам водоем возник в карьере в результате строительства города. Его глубина составляет более двух метров. Как отмечают отдыхающие, его ни разу не чистили. За это время озеро обмелело, образовалось много донных отложений, да и просто мусора достаточно много. Все это создает непривлекательный вид, отметили чулненцы. Там же столько ил, наверное, собралось. Надо было, потому что вот это благоустройство тоже я одобряю. Хорошо же будет, красиво. Мы постоянно тут гуляем. Водоем, конечно, в последнее время был в критическом состоянии. Уже все заросло, живности почти никакой не стало. Я думаю, что озеро будет чистое. Уберут палки, которые раньше валялись тут в воде. Почистить его. Наверное, нужно было, потому что его ни разу за мою память не чистили. Поэтому, возможно, это хорошая идея. Рабочие планируют, что им понадобится несколько недель на то, чтобы полностью очистить водоем от мусора, грязи и донных отложений. Эльмира Гайнудинова, Кирилл Хабзей. Новости. Набершные чулны. Поют, танцуют и рисуют. В молодежном центре «Шатлык» прошел фестиваль творческих инициатив «Я могу» для людей с ограниченными возможностями здоровья. На сцене выступили участники клуба «Вдохновение». На мероприятие побывала и наша съемочная группа. На улице дождик. Своим пением вызывает мурашки и слезы. Именно так говорят о Регине Мехедюковой. Девушка незрячая, при этом имеет абсолютный слух. Вокалом занимается больше 20 лет, но все еще чувствует волнение перед выходом на сцену, говорит Регина. Выпускница музыкальной школы по классу фортепиано признается, что для конкурса подготовила особую песню. Я сегодня буду петь русскую народную песню, которая называется «На улице дождик». Я уже пою с шести лет и до сегодняшнего дня. Но занималась я две недели. Помимо вокала на фестивале были представлены работы по танцам, чтению стихотворений собственного сочинения и выставка творческих работ. Также в программе было пение на языке жестов. Танец сам будет китайский. Примен династии Цин, по-моему. Я являюсь участницей клуба «Дохновение». Я уже второй год схожу. В прошлом году участвовала в паре творчества и иду к мечте. Заняла второе место вице-мисс. «Оставайся сама собой, целый мир освещает твои глаза, если в сердце живет любовь». На фестивале были задействованы 9 людей с ОВЗ и около 5-6 волонтеров. Это мероприятие – итог учебного года и самого проекта «Вдохновение», который был запущен в ноябре прошлого года благодаря выигранному гранту от Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь». Инклюзивный молодежный проект «Вдохновение» направлен на самореализацию людей с ограниченными возможностями здоровья через различные мастер-классы, через творческие встречи, через большие мероприятия. В этом году мы в рамках гранта «Росмолодежи» реализовали инклюзивный молодежный проект, который называется так же, как и наш «Корб «Вдохновение». И этот фестиваль является финалом, завершением нашего инклюзивного проекта. Сегодня у нас выставка, где можно увидеть работы наших активистов, выполненные собственными руками. После концертной программы участников клуба «Вдохновение» ждали награждения и мастер-классы. Яна Вальдю, Тимур Сафронов. Новости набережной Челны. А сейчас впереди короткая реклама, не переключайтесь. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка» 54-62-31. Требуется слесарь-сантехник. Зарплата 50 тысяч. График работы 5 через 2. Вахта – бесплатный завтрак. Объем работы небольшой. Рассмотрим пенсионеров. Телефон 8-917-926-0630. Вы смотрите новости. Мы продолжаем. Последний урок – последний звонок. В школах города проходят репетиции к празднику. Он прозвенит уже в эту субботу, 25 мая. Поэтому ученики 9-11 классов тщательно готовятся к празднику. Учат стихотворения и песни, готовят сценки и многое другое. Эльмира Гайнудинова посетила школу номер 32. Мне надо сдать два обязательных экзамена. И по выбору еще. На сцене 9-классница Глафира Воронова. Девушка мечтает стать актрисой и поступить в театральный колледж. Как она признается, ей все же грустно прощаться со школой. Выпускаться почему-то совсем не хочется. Я вроде ждала этого момента, а когда вот он настал, мне уже не хочется. Мне хочется обратно в 5-6 класс учиться. Грустно. Еще УГЭ нам сдавать. Это вообще удачно. Ну а пока у 9-классников идет репетиция к последним звонком. Они учат стихотворения, готовят сценки, поют песни. Как признаются ученики, это будет особенный день для них. Одновременно грустный, но и радостный. С одной стороны, хочется уже выпуститься, так как уже скоро экзамены. С одной стороны, немножко грустно. То, что все-таки прощение с друзьями, одноклассниками, с которыми это было практически половину своей жизни. Я переживаю, уже жду выпускной. Не хочется расставаться с одноклассниками, ведь я провела с ними уже 9 лет. И жду очень много эмоций. Репетиции в школе номер 32 проходят ежедневно, в среднем по полтора часа. Но, как сообщили учителя, они проводятся после уроков. Поэтому учебному процессу школьников не мешают, не создают помехи и для дополнительных занятий. График составлен с учетом их консультации. То, как они подготовились, ученики смогут показать на последнем звонке. Он произвенит 25 мая. Будет проходить в 9 часов у 11 классов. В 11 классах у нас заканчивает 31 ученик. Это два класса. И в 11 часов будет проходить в параллели в 9 классах. В 9 классах у нас 5 и 136 учащихся. Что касается ОГЭ, то основной период с резервными днями пройдет с 21 мая по 2 июля. А дополнительно запланирован с 3 по 24 сентября. С песнями, танцами и добрыми пожеланиями провожают и дошкольников. В городе стартовали выпускные в детских садах. Мальчики и девочки готовились к этому событию не один день. Сегодня они пришли вместе со своими родителями, чтобы показать, чему они научились за все это время. В детском саду номер 53 побывала и наша съемочная группа. Сегодня дошколята выступают в качестве выпускников. Они несколько месяцев готовились к этому дню. Учили песни, танцы, репетировали сценки. Многие из них с трудом сдерживают слезы. Не хотят расставаться со своими любимыми воспитателями. Воспитатели. Не меньше мальчиков и девочек волновались их родители и бабушки с дедушками. Воспитатели стали для них второй семьей, признались они. Воспитатели у нас были самые замечательные. Это Светлана Алексеевна, Гульнаса Ильясовна. Мы с ними очень сдружились за это время. Будем еще к ним в гости приходить. Будем, конечно, скучать же. Мы готовились очень трепетно к этому празднику. Все-таки мы доверяли самое ценное, самое дорогое в этот сад. И вот настал этот волнительный момент, когда они выпускаются. Это наши вторые мамы для наших детей. Бывает морской, а бывает для бритья. Берем. Поддерживали детей и папы. Они активно принимали участие в интерактивах, которые для них подготовили воспитатели. Желаем детишкам крепкого здоровья, всех благ в будущем. Пусть школа для них будет таким же домом, как и наш детский сад. Поэтому пусть родителей своих радует. Всего в детском саду «Крепыш» в этом году три выпускные группы. Мы будем очень скучать, потому что мы с маленьких лет с ними вместе. И прямо до слез. И сейчас вот у нас прошел выпускной, как бы утренник. Поэтому мы очень переживаем. Желаем им только побед, удачи. У меня это первый выпускной, который прямо с ясерик. Конечно, я буду по ним скучать. Очень много сил было вложено в это все. Мне кажется, мы постарались, дети наши молодцы. Все выпускники детского сада получили дипломы и памятные медали. Елена Камалова, Тимур Сафронов. Новости набережные Челны. Комфортные летние босоножки и туфли. Удобные демисезонные сапоги и ботинки. Ярмарка продолжает работу в набережных Челнах. Приобрести белорусскую обувь можно по адресу. Улица Мусы Джалиля, 55Б. Торговый центр, центральный ряд. Бывшее здание «Детский мир». Большой ассортимент обуви на любой сезон. От теплых ботинок и сапожек до легких туфель на лето. Обувь имеет очень красивую перфорацию и расположена по всей поверхности обуви. Спереди, сбоку, в области пятки. Значит, вашим ножкам не будет жарко. Стелька анатомическая, повторяет форму стопы. Подошва выполнена из качественного каучука. Мягкая, не нагревается, дает амортизацию при ходьбе и снимает нагрузку на суставы. На выставке белорусской обуви представлены все цвета и оттенки для мужчин и женщин. Немаловажно и наличие больших размеров. Она имеет, с одной стороны, резинку, с другой – липучку. Хорошая перфорация по всей обуви позволяет ногам дышать. Подошва – двухслойный полиуретан. Легкая, не нагревается и не лопается. Мужчины будут довольны. Челнинцы уже успели оценить качество и удобство белорусской обуви. Очень это удобно. Я уже вторую пару, вот этот третий год ношу. Лет смотрела именно светлые, чтобы были. Я приехала специально сюда купить белорусскую обувь, потому что она мне нравится. Я уже покупала. Выставка «Белорусская обувь» можно найти по адресу проспект Мусы Джалили, 55Б, торговый центр «Центральный ряд» «Бывший детский мир». Это все, что мы хотели рассказать вам сегодня. Далее вас ожидает прогноз погоды. Сразу после него новости на татарском языке. С вами была Елена Камалова. Оставайтесь на нашем телеканале. Продолжение следует... Продолжение следует...